Ну, сельское хозяйство это сейчас всегда в плюс, учитывая рост цен на продовольствие и его дефицит. Поэтому вопросы продовольственной безопасности, как деньги за экспортные поставки, это, безусловно, была правильная политика. Да, ну слушайте, я почему исходил, у меня был лозунг первые президентские выборы, отвести народа от пропасти, это общий был заголовок моей программы, и экспорт, жилье, продовольствие. Есть было нечего по талонам, жилье, но жилье локомотив, квартиру построил, посмотри, мебель, пол, дерево, ковры там, отделка, люстра, ну, это тянет всю экономику. Если есть квартиру, человек вынужден это покупать, а экспорт, для нас валюта, нет валюты, ни нефти, ни газа не купим. Поэтому мы определили вот три направления, и мы преуспели в этом, мы в этом преуспели. У нас, допустим, очереди нет для многодетных, в течение года получают многодетные квартиры. От государства? От государства. Социально ориентированное государство? Да, вот социально ориентированная экономика, в этом ее и суть. Мы в этом отношении очень много, это не фейки. Вот я открывал в Могилеве больницу, кардиологический терапевтический корпус и хирургический, кардиология, сердечная терапия и хирургия. У нас там трансплантация в областном центре, непоказушная, во всех областных центрах трансплантация, почек там, ну, сердце больше делаем здесь, в центре, ну и там тоже можно. То есть вот эти высокотехнологичные операции мы переносим ниже, ниже, ниже. Я сам карту взял в Беларуси и начертил давно, лет 15-20 назад. Вот тут будут ФАПы, фельдшерские, кушерские пункты. Вот здесь мы оставим участковые больницы. Потом создали больницы сестринского ухода. Я все эти точки по Беларуси прописал. Вот здесь районные больницы. Почему еще мы с инфекцией справляемся успешно? Потому что мы инфекционные больницы. В отличие от Запада я ни одной не разрушил. А раз есть больница инфекционная в каждом районе, в каждом районе, в каждой районной больнице, то есть и специалисты. А если специалистов готовят, то есть и образование. Мы вот это не загубили. И у меня инфекционисты не лечат пандемию. У меня работают обычные врачи, мы их обучили. А инфекционисты, это, понимаете, это золото. Вот группы создал, и они в регионах обучают этих врачей, как лечить. У нас инфекционистов бы не хватило. Если бы, не дай бог, удалась попытка государственного переворота, ведь люди, которые под этими лозунгами шли, они бы уничтожили все это. Конечно. Они бы все уничтожили, всю социалку, обрушили бы... Украина, Игорь, вот Украина. Копия была, как в Украине. Ты же видишь, что там происходит. Там кошмар. Кошмар. А ведь мы же одинаковые были в этом плане. Но было бы хуже, почему? Потому что все-таки Украина богаче. Земли другие. Мы же северяне. И 30% природного газа они еще добывают. И какую-то нефть добывали. А у нас до этого ничего нет. Поэтому у нас бы было еще страшнее. Уже бы поляки были под Смоленском. Как когда-то. Что, действительно, войска стояли уже, были готовы? Все было готово. Что, натовские войска, американцы и прочее. Конечно, они мне простить не могут это. Слушай, какой-то там Лукашенко в этой Беларуси. И мы его тут не свергли и не сломали страну. Конечно, они не простят. Они вот готовят новый пакет санкций против нас. Продолжение следует...